По невыясненным и непроясненным обстоятельствам Оперативное совещание правительства Республики Башкортостан На этой неделе было перенесено с понедельника на вторник Ну и мы соответственно тоже сместились в нашем графике на среду Начал Хабиров оперативное совещание с того, что внезапно вспомнил Что недавно на днях, а может и пару недель назад Случилось 50-летие Ирины Головановой Которая исполняет обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства И пока греет это место на то время, пока господин Беляев сидит в тюрьме Ну как известно, наш вице-премьер правительства и министр ЖКХ Де Юра Сейчас все еще министр ЖКХ Беляев Получил уголовный приговор Сейчас идет апелляция там Кассации и прочее Но мужчина уже там по-моему 6,5 лет словил В общем Ирина Александровна греет место И вот ей случилось 50 лет, и Хабиров внезапно об этом вспомнил И не просто вспомнил, вручил ей цветы и наградил ее званием Заслуженный экономист Республики Башкортостан Об этом мы поговорим чуть позже И поймем, почему же вдруг Хабиров решил министра ЖКХ Исполняющая обязанности министра ЖКХ Наградить этим званием Заслуженный экономист почему-то Ну да ладно Дальше поехали по-приятному, как говорится После долгих мучительных поисков сферы В которой Башкортостан безусловно лидирует В Российской Федерации Эта сфера была найдена И увы, регион наш лидирует не по уровню жизни населения Не по доходам населения Не по доступности медицинских услуг Или по качеству образования хотя бы Нет Единственное, что нам реально удалось И в чем мы являемся действительно федеральными лидерами Это организация праздников Хабиров открыто заявил Что именно праздники, форумы, банкеты И пышные выставки Лучше всего удаются И его команде И теперь уже, в общем-то, наверное Всему населению Башкирии Именно в этой сфере Башкирия признана лидером На прошедшем недавно Вручении премии Russian Event Award По Павлскому федеральному округу Форум сам по себе очень престижный И вот наша республика, это туристический форум Завоевала 15 первых мест 11 вторых мест 15 третьих Но практически все завоевала Отдельно были отмечены Самые пышные, сытные и дорогие мероприятия Форум Россия-Белоруссия Дни республики Башкортостан в Санкт-Петербурге Форум Умный город Айда играть был такой форум И многие, многие, многие Хабиров долго перечислял все праздники Которые так греют его душу Которые так его радуют лично Мы видим с каким восторгом Он всегда на них выступает Ему нравится Он чувствует, что вот это и есть сущность И суть его жизни, его занятий Наивно полагаю, что вот Но этими праздниками можно отделаться Имитируя всю остальную деятельность Управления и управленческой команды Довольно-таки крупного региона Он не понимает, что все это Ну как бы мишурая имитация Что да, иногда полезно собраться и обсудить Но теперь уже в современном мире Физически собираться в кучу Плясать, поедать чак-чак И упиваться кумысом Это не самый, на самом деле, прямой путь Какой-то кооперации, каким-то договоренностям Мир немножко сейчас работает по-другому Но архаично устроенный разум Хабирова Никак этого постичь не может Он все еще собирает вот эти сабантуи То есть вообще он человек Байрам, вот этот сабантуймен Или как там еще его зовут В народе Потому они все время возвращаются И возвращаются к обсуждению этих форумов Они их не только проводят, они еще их и бурно обсуждают Как же круто они поработали Как они здорово провели очередной праздник Сколько они там перемолотили бюджетных денег Ну, естественно, в центре этого всего У нас Рустам Акрат Каримович Авзалов Все еще не осужденный Но находящийся под судом министр туризма И молодежной политики, по-моему, нет Нет, не молодежной политики Он у нас еще курирует предпринимательство Вот Естественно, чтобы подтвердить все это Запилили тут же видеоролик Буйный С размахом опять, значит, льется кумыс Сыпется чак-чак Ну, мы уже начинаем предполагать Что вот это начало оперативок В правительстве у нас превращается В какой-то странный видеосалон На котором министры друг другу Показывают почти одинаковые ролики Развиваются платья башкирских девушек Мелькают лисьи шапки Льется кумыс Это, значит, очередной форум В том числе упомянули еще один Отраслевой форум Который прошел у нас недавно в Башкирии Этот форум назывался Легпром 2023 Это мероприятие Такое же пышное и грандиозное Раскинувшееся на ВДНХ Явило миру могучую, но легкую промышленность Башкортостана, Дагестана, Белоруссии и Казахстана Странно, что не было братьев Из Ирана и Северной Кореи Но, видимо, они решили Своей могучей легкой промышленностью В основном концентрированной на пошиве Тюремной одежды и телогрейк Решили они, наверное, не смущать Нашу развивающуюся молодую Башкирскую легкую промышленность Судя по отчету Министра промышленности Не очень много было, на самом деле, предприятий Буквально единицы он называл Тут три, тут восемь, тут двенадцать Ну, имеется в виду предприятия Которые реально хоть что-то там Где-то нитку-выгулку вдевают Вообще, конечно, легкая промышленность И России в целом, и Башкортостана Это довольно-таки жалкое зрелище И попытка сейчас Перебить лидерство азиатских стран Она, конечно, выглядит довольно смешно Получается дорого, некрасиво И, ну, это реально, конечно, не конкуренция Нужно не догонять Нужно придумывать что-то свое Увы, пришлось вернуться Из сказочного мира фестивалей и форумов К суровой и скучной реальности В которой батареи кое-где Так до сих пор еще и не нагрелись А дороги безнадежно разбиты Пришлось обсуждать ЖКХ Ирина Голованова сообщила нам Что за минувшую неделю произошло Четыре крупные аварии с отключением Ресурсов ЖКХ Иногда даже более чем на 15 часов В том числе уже начались Отключения и отопления В общей сложности 138 Многоквартирных домов на минувшей неделе Лишились воды, света или даже тепла Далее Ирина Александровна Сказала очень странную вещь Которая лично меня очень насторожила Она сообщила, что в Уфе В Белорецком районе В Калтасинском районе В Бураевском районе И Обзелиловским районах ЖКХ не готова К отопительному сезону на 100% По пяти муниципальным образованиям Это Обзелиловский, Белорецкий, Бураевский Калтасинский районы И город Уфа имеются замечания Которые необходимо устранить До 15 ноября текущего года Вообще-то, сегодня у нас на календаре Уже 1 ноября Вообще-то, энергосбытовые компании Уже, значит, выписали счета За октябрь месяц А некоторым еще и за сентябрь месяц И да, Уфа признана Не готовой к отопительному сезону И тем не менее, у фимского мэра Например, больше всего занимают Устройство иллюминации И навяливание своих Родных нефтекамских светильников Городскому бюджету Голованова потребовала От этих пяти муниципалитетов Включая крупнейший муниципалитет Уфу Получить паспорта готовности К отопительному сезону Хотя бы к 15 ноября Вообще, довольно смешно звучит 15 ноября Вообще, у нас уже на самом деле зима Хабиров, комментируя эту неожиданную новость Отдельно выделил Калининский район Уфуиск Из которого поступило, по его словам, максимальное количество жалоб На отсутствие отопления Хабиров потребовал с жалобщиками Разобраться И историю, как он выразился Закончить Недовольство населения Тем, что надо платить За холодные батареи Хабиров назвал рефлексией Вот так вот у нас называется Теперь вот это Это значит, если вам будет холодно дома Батарея ваша не греет А счета за отопление уже принесли То ничего страшного Это вы просто рефлексируете Вот так Радий Фаридович оценивает ваше поведение И вообще он приоткрыл завесу тайны Над тем, как работает вот эта обратная связь Да, с населением Он упомянул многочисленные жалобы на отопление И он рассказал, как это работает Он прямо в ходе этого совещания Поручил Прочайковской написать докладную записку О том, где особенно, как он выразился, фонит вопрос отопления И передать эту докладную записку ему, Хабирову А он, Хабиров, передаст эту докладную записку Морзаеву Который сидит напротив Прочайковской Который, видимо, Морзаев Передаст эту записку, например, Головановой Который сидит от него через одного человека Потом через какое-то время Голованова, видимо, передаст эту записку Мавлиеву Ну, а Мавлиев ее вообще читать не будет Ну, по разным причинам Потому что не этим он занимается Ему пока никогда Вот примерно так работает обратная связь В правительстве Республики Башкортостан А вы еще удивляетесь, что это мы пишем Пишем в этот ЦУР, да А нам ничего, как говорится, не меняется Батареи теплее не становятся Лужи, значит, не мельчают И асфальт почему-то не ремонтируется Потому что вот так это работает Друг другу вот эту докладную записку Они будут передавать некоторое время Я думаю, что путь этого документа будет, ну, исчисляться где-нибудь там месяцами движения У каждого же нужно зарегистрировать Поставить штампик, написать резолюцию и так далее Вот так вот работает вот эта обратная связь Которую, видимо, ну, организовала мадам Прочаковская Завершая вопрос жилищно-коммунального хозяйства Хабиров отдельно пожурил подчиненных За то, что опять расковыряли, как он выразился, улицу Пушкина А ему там неудобно ездить и заковыряйте, пожалуйста, обратно А то опять что-то там, значит, асфальт разобрали Ну, Радий Фаридович, а вы попробуйте, например, по улице Зорги прокатиться вечерком Вот вы действительно узнаете, что такое неудобно ездить А на Пушкина, как говорится, еще терпимо Вообще оперативное совещание в минувший вторник в правительстве было на удивление интересным Не потому, что что-то прямо такое уж необычное стали рассказывать А потому, что, по сути, оно было похоже на какую-то некую явку с повинной Следующим вопросом заслушали доклад все той же Головановой Ирины Александровны Об итогах реализации программы «Башкирские дворики» Свежеиспеченная, заслуженная экономистка Республики Башкортостан Рассказала нам, как ей удалось освоить в этом году 1 миллиард 272 миллиона рублей Причем освоить так, чтобы это было максимально незаметно визуально И при этом ни один министр не сел в тюрьму Согласитесь, это уже большое достижение Голованова отчиталась, что на вышеупомянутую сумму 1 миллиард 272 миллиона рублей Ей удалось благоустроить, по крайней мере она так считает 206 дворов То есть в среднем на каждый двор она потратила более 6 миллионов рублей Ирина Александровна при этом считает, что это доблестное освоение 1 миллиарда и 272 миллионов рублей Сделало счастливее 49 тысяч жителей Башкирии Ну, так вот она считает Всего же за 5 лет существования вот этой программы, которую выдумал Хабиров А именно Хабиров придумал эти башкирские дворики Было освоено, беру в кавычки это слово, более 6 миллиардов рублей И по словам Головановой, благоустроены, тоже беру в кавычки это слово Дворы у каждого десятого жителя республики Башкортостан Но если вы этого не заметили, может быть вы 9, 8 или 7 Ну, вот Голованова так вот утверждает Из доклада Ирины Александровны, вот этой выдающейся экономистки современности Стало понятно, что залогом бесконтрольности и безнаказанности освоения Вот этих 6 миллиардов рублей за 5 лет Стало одно уникальное свойство этого проекта Залогом безнаказанности и бесконтрольности Стала уникальность проектов благоустройства каждого отдельного двора Контролирующие органы просто не в состоянии были отследить и оценить Целесообразность работ и обоснованность цен на компоненты, которые там применяются Все вот эти многочисленные спортивные площадки, покрытия, применяемые материалы Объемы работ, все это исчислить было невозможно Особенно учитывая те темпы, с которыми Голованова и ее предшественники осваивали вот эти 6 миллиардов Думаю, что Хабиров не зря в минувший вторник наградил госпожу Голованову званием Заслуженный экономист Республики Башкортостан Потому что именно вот таким в представлении Хабирова должен быть настоящий экономист И самый такой настоящий член команды ХЭ Освоил 6 миллиардов и не сел в тюрьму Не то, что этот лузер Беляев В общем, предположу, конечно, осторожно, что любовь Хабирова И пристальное внимание Хабирова к этому проекту «Башкирские дворики» Вовсе не носят платонический характер Но, увы, мы в деталях не узнаем, как они делят, как говорится, успех в конечном итоге Но вот Ирине Александровне в качестве такой мотивационного приза Еще досталось и звание заслуженного экономиста Республики Следующим докладом был доклад об итогах реализации программы По отсыпке дорог с песчаным и щебеночным покрытием Ну, звучит, конечно, в 21 веке диковато, но, как говорится, что есть, то есть Доклад делал, естественно, самый заунывный наш министр правительства Колебанов Александр Владимирович, который ведает у нас Министерством транспорта и дорожного строительства Александр Владимирович нехотя поведал нам о том, что в Башкирии 36 тысяч километров дорог местного значения Много, у нас очень разветвленная, действительно, сеть дорог И интересно, что 12% из этого количества 4300 километров – это вовсе грунтовые дороги 11500 километров – это гравийные дороги, 32% И только 56% дорог Башкортостана – это дороги с твердым покрытием, то есть асфальтовые, либо бетонные На благоустройство подъездных дорог к населенным пунктам и местам массового индивидуального строительства В этом году, в 23-м году, выделили 540 миллионов рублей И, как загадочно выразился Колебанов, планируется в 23-м году отсыпать 438 километров вот этих вот гравийных дорог Слово «планируется», честно говоря, меня немножко озадачило Потому что у нас уже начался ноябрь, там декабрь, а там уже и кончится 23-й год И неужели Александр Владимирович решил максимально начать эти работы именно в ноябре и декабре? А что он делал предыдущие 10 месяцев, совершенно непонятно Ну, далее перешли к цифрам, в которых у Колебанова не все бьется Он сообщил, что средняя стоимость одного километра вот этой вот гравийной дороги шириной 5 метров И толщиной 15 сантиметров при условиях доставки ПГС на расстоянии не более 5 километров Эта средняя цена километра составляет 2 миллиона рублей Ну, если 438 километров, которые он планирует отсыпать, умножать на 2 миллиона, получается вообще-то 876 А выделили ему 540 Что-то немножко не бьется, аж на 326 миллионов То ли у него есть какие-то иные источники финансирования То ли он будет просить дополнительно еще 348 миллионов на то, чтобы в ноябре и декабре отсыпать где-то щебенку или песок, видимо, прямо поверху снега Примечательно, что стоимость одного километра вот этой вот гравийной дороги Очень варьируется по республике Башкортостан От 400 тысяч рублей за километр до 5,5 миллионов рублей за километр Хлебанов объяснил это тем, что ПГС распределяется по территории республики Башкортостан неравномерно И плечо доставки очень разное, иногда составляет сотни километров Хабиров выслушал доклад, в целом похвалил Хлебанова Но заслуженным экономистом его без суда и следствия на месте не сделал Ну, видимо, программа песчаногравийных дорог не так уж очаровывает дорогого Радио Фаритовича Завершили оперативное совещание, на мой взгляд, самым интересным докладом Назывался он следующим образом О введении обязательной маркировки отдельных групп товаров и готовности к этому юридических лиц Звучало это чрезвычайно загадочно Доклад делал министр торговли Алексей Гусев, и прежде чем он начал делать доклад Хабиров даже попросил его перевести на русский язык Вот это мудреное словосочетание Что за введение обязательной маркировки некоторых групп товаров Так вот, в отличие от прошлого доклада, совершенно ни о чем, который был у Алексея Гусева в правительстве Этот доклад действительно был содержательным и интересным И вот почему Вообще основой любого государства является контроль и учет Ну, об этом еще Владимир Членин нам говорил А вот тотальный контроль и учет, безусловно, признак именно тоталитарного государства Которое очень хочет знать, кто, сколько, где, когда и кому В деталях, нежелательно с фамилиями В России сейчас разрастается система тотальной маркировки и отслеживания сделок и товаров Государственная информационная система Отслеживает сейчас каждую бутылку водки Каждую пачку сигарет Все лекарства Питьевую воду Обувь, меха Фототехнику Духи Молоко И даже велосипеды Это вот далеко не полный список из доклада Гусева Вот тех товаров, которые сейчас маркируются вот этими маленькими-маленькими Куар-кодиками Вы их видели на каждой бутылке воды На каждой, значит, там, бутылке пива На бутылках с молоком На всем-на всем Как выяснилось, на велосипедах и на меховых шапках тоже Гусев рассказал, что вот эти маленькие Куар-кодики на товарах Это маркировка, которая организована предприятием Которое назначено государственным оператором И называется это предприятие Центр развития перспективных технологий Находится это замечательное предприятие в Москве Продавцы вышеупомянутого бесконечного списка товаров Теперь обязаны маркировать через вот это вот предприятие оператора Весь свой товар закупить у этого предприятия оператора Оборудование для обращения этих Куар-кодов И еще там нужно установить программное обеспечение Которое, наверное, тоже стоит каких-то денег И все это теперь будет стекаться туда В единый центр обработки информации За это все, повторюсь, платят торговцы Ну, соответственно, стоимость этих Куар-кодиков И всей возни с этим учетом тоже заложена теперь в товар Ну, понятное дело, что вот это предприятие Центр развития перспективных технологий Получает с каждой бутылочки, с каждого велосипеда С каждой шапки, фотоаппараты, духов, молока, водки, сигареты и так далее Алексей Гусев не рассказал нам Кому же принадлежит этот чудо-бизнес Который охватил практически все торговые точки Российской Федерации Но мы выяснили К моему удивлению, 50% этого чудо-бизнеса Центра развития перспективных технологий Принадлежит Алишеру Усманову Через USM Holdings компанию 25% принадлежит государственной корпорации Ростех И 25% принадлежит физическому лицу Александру Галецкому Управляющему партнеру компании Алмаз Capital Александр Галецкий предприниматель Самым тесным образом интегрированный В американский и европейский IT-бизнес Вот такие вот собственники у этого замечательного бизнеса Которому мы все Отстегиваем звонкую копеечку Когда покупаем молоко, велосипед, шапку, фотоаппарат Или еще какой-нибудь товар Министр торговли республики Гусев В своем докладе упомянул Что с помощью вот этих QR-кодов Удалось, например, вывести из теневого оборота 270% продаж меховых изделий И теперь, если вы покупаете в магазине Шубу или шапку То, оплатив эту покупку банковской картой, например Вы не только опять кинули копеечку в карман Алишера Усманова или Александра Галецкого Вы еще и невольно сообщили в эту систему Что это именно вы Именно здесь купили именно вот эту шапку Именно вот за такую сумму Вот это тотальный контроль за перемещением денег и товаров Ну, теоретически именно так же происходит И с бутылкой молока, и с велосипедом И со всеми остальными товарами Завершил свой доклад господин Гусев Сообщением о том, что Система обязательной маркировки товаров В Российской Федерации и у нас в Башкирии Будет неумолимо расширяться И в конечном итоге в идеале она должна Охватить все без исключения товары То есть любое движение любого товара Будет отслеживаться этой системой Везде будет QR-кодик И за этот QR-кодик мы Алишеру Усманову И Александру Галецкому копеечку Значит, отдадим В том числе Гусев сообщил, что в ближайшее время Планируется ввести вот эту маркировку Например, на продукции, которые производят фермеры И он строго наказал фермерам, в том числе башкирским Закупать вот это оборудование Закупать вот эти QR-кодики И, значит, свои вот эти вот товары маркировать Скоро это будет обязательно Буквально с начала следующего года И закончил свой доклад Гусев Зачем-то заявлением о том, что Республика Башкортостан заняла первое место В Российской Федерации по уровню защищенности Прав потребителей Непонятно Но, видимо, надо было чем-то все-таки похвалиться Хабиров, я так понял, не до конца разобрался В том, что рассказывал ему Гусев И что вообще значит вся вот эта вот маркировка Но Хабирову понравилось Упоминание первого места по уровню защиты прав потребителей В целом же, конечно, вот этот вот доклад Например, для меня был интересен тем, что я наконец понял масштабы Вот этого явления по маркировке товаров Ну, раньше были акцизные марки Они сейчас есть, помним, да? Но это хотя бы был налог То есть налог на водку, налог на сигареты, да? А теперь у нас акциз и на молоко, значит И на велосипед, и на шапку, и на шубку Ну, по сути, все равно Каждый этот QR-кодик И каждое движение с его регистрацией И там перемещением информации Это все равно затраты и деньги И оплачиваем эти затраты мы с вами При покупке этого товара А государство только знает о том Что мы купили шапку, шубку или велосипед Ну, повторюсь Это признак действительно тоталитарного И тотального контроля Который у нас разрастается в Российской Федерации Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин